Приветствую вас. Причитал ваш вопрос. Немного сбившего вы, конечно, всё написали, но вот многие, многие детали вы упустили, я бы сказал, очень многие. Вот. Значит, вы спрашиваете про то, можно ли вернуть девушку вашу после того, что произошло. И я думаю, что вернуть конечно можно, но только если вы сами изменитесь, если вы станете другим, так как вам это и рекомендовали, ну, кто-то другой. Но понимаете, проблема, она заключается в том, что вы ведёте себя крайне неосознанно. Вот вы говорите, что вот мы приезжали с девочкой, всё было хорошо, отношения у нас были вот такие. Несерьёзные. Потом она внезапно забеременела случайно. Это вот первое проявление безответственности вашей. Значит, совершенно забеременела, я нормально среагировал, да, пишите вы, нормально среагировал в начале. Но потом меня что-то напугало, напугало, пишите вы, и я начал ей говорить, что не готов. То есть, мало того, что вы как бы не до конца осознаёте даже что и почему вас напугало, мало того, что вы не занимаете чёткую позицию по поводу рождения ребёнка. То есть, впервые вы говорите одно, потом вы говорите другое, потом вы говорите третье, да, то есть, вот, впервые вы сказали, что хотите ребёнка, потом вы говорите, что ребёнка, ну, наверное, вы сказали, желание его оставить ребёнка, я имею в виду. То есть, вот, позиция ваша, она, ну, как бы это сказать, такая вот, недостаточно чёткая, я надеюсь, вы понимаете. И вопрос, что вас напугало? Почему вы в 33 года не готовы к ребёнку, не готовы к стать оструб? Что именно вас напугало? Что именно вас начало нервировать? Далее вы пишите следующее, что значит, я начал ей навязывать. Если честно, то данный аспект для меня ещё более интересен. То есть, что это значит более интересен? Вы говорите, что вот, она ребёнка вроде как согласилась оставить, но я как будто сцепица сорвался и начал ей постоянно навязывать. Простите, а навязываться вы ей постоянно начали в чём? Навязываться вы постоянно ей начали как? Что вами двигало-то, когда вы ей навязывались? Что вы хотели? Собственно говоря, ей доказать может быть что-то, себе доказать может быть что-то. Понимаете? То есть, то есть момент вот этот вот, он как бы, он как бы тоже не ясен, что заставляло вас, что заставляло вас навязываться, собственно говоря, вот этой девушке, этой женщине. Зачем вы это делали? Для чего вы это делали? Что вами двигало, что вами там, я не знаю, руководило в этот момент и так далее? Вот об этом, обо всём и нужно вам как следует подумать. Только если вы будете действительно личностно расти, если вы для начала хотя бы просто будете иметь несколько более чёткую свою позицию, если вы будете иметь чёткую твёрдую позицию по каким-то моментам, если вы будете вести себя адекватно, уважать личные границы человека и так далее, то в этом случае у вас будут все шансы для того, чтобы девушку вернуть. Но опять же, да, для этого потребуется время, опять же, да, для этого потребуются определённые какие-то ваши усилия, может быть. Но по большому счёту, по большому счёту, это не так здесь важно. Потому что вы говорите, что я хочу вернуть девушку, но понимаете в чём дело? Вернуть девушку, может быть, вы и вернёте, но она... Кого она увидит рядом с собой? Кого она увидит в лице вас? Как вы думаете? Как вы думаете, понравится ли девушке то, что она увидит, если вы не поменяете сцену? Вот об этом я и хотел, чтобы вы подумали, потому что вернуть девушку не так сложно, на самом деле, как может показаться на первый взгляд. Сложно другое. Сложно удержать девушку. Сложно сделать так, чтобы она захотела оставаться с вами. Вот что действительно сложно. А не вернуть её. Понимаете? Поэтому, для начала, вот задайте себе эти вопросы. Гречитайте половину своего текста, где вы описываете то, что вами двигало, именно вот, то, что вами двигало при поведении с ней. Вот. Прочитайте это, пожалуйста. Я вот вам сейчас начисаю эти места. Значит, я сначала среагировал нормально. То есть, и вы, и мы решили рожать. Но потом, что-то меня испугало. Ну вот, для взрослого мужчины, 33 года, говорить, что-то меня испугало, но это, мягко говоря, не серьезно. А, грубо говоря, так вообще, для женщины это означает, что её мужчина вообще не знает, чего он хочет, зачем, знает ли он вообще, что такое отношение, что такое женщина и так далее. То есть, это вот первое, да, что-то меня напугало. Вот, давайте отказываться от этого слова «что-то», и будем всё-таки говорить с вами, что именно вас напугало. Что именно и почему. Вот, давайте мы всё-таки с вами попробуем, вот, как бы, вещи называть своими именами. Это, мне кажется, как-то более продуктивно. Далее, вы пишите, значит, что я высказал о неготовности и нежелании, но не долгал на работу и не отказывался. А что вы делали, Алексей? Если вы высказываете девушке, что вы не хотите ребёнка, если вы высказываете девушке о своей неготовности и о том, что вы не желаете и как вы говорите, но при этом не отказываете, то что вы делаете? Какова ваша позиция по этому вопросу? Обозначьте её, пожалуйста, это очень нормально. Далее, вы пишите, что я одумался, начал отговаривать её и в последний момент она отказалась от него. А отговаривать-то вы, почему её начали? А думали-то вы, собственно говоря, в каком аспекте, что повлияло на то, что вы передумали? Далее, значит, проблема пришла сама. Мы с ней ругались неделю, причём я бесил её своим навязываниям. Она просила её оставить в покое. Так, вы говорите, что вы ругались с ней неделю, причём. Вот так, почему вы ругались с ней? Какие были причины, основания того, что вы с ней ругались? Вы, опять же, об этом обо всём не говорите, вы об этом обо всём, опять же, не пишите, вы не уточняете, вы просто говорите, что вот мы ругались. Почему вы ругались? Что заставляло вас ругаться? Ну, вообще, опять-таки, весь непонятно. Вы говорите, я бесил её своим навязываниям. Простите, что значит, я бесил её своим навязываниям? Вы-то сами ей навязывали. Зачем? В чём? Какая у вас позиция была по этому моменту? Знаете, для чего вы это всё делали? Вы обо всём этом не пишите. Вы всего этого не поясняете, вы всего этого не объясняете, а надо. Понимаете, нужно это всё вам понимать, нужно всё это вам разбирать, нужно всё это осознавать. Без этого нет возможности вам ситуацию как-либо исправить. Понимаете? Только через вот подобные вещи, только через осознание этих моментов можно понять, что именно вами двигалось, что именно вас стимулировало на такое поведение. Значит, на время, но я как-то с цепи взорвался и продолжал, не мог остановиться. Что это значит? Вот, Алексей, вы всё время как-бы снимаете с себя ответственность, всё время как-бы говорите какие-то вещи, но вообще это очень непонятно всё то, что вы говорите. То есть, почему вы сорвались с цепи, что заставило вас сорваться с цепи и так далее и так далее. Добавшим этим, пожалуйста, старайтесь подумать. И исходя из этого уже, исходя из ответов на эти вопросы, уже тогда будем, ну или вы будете, если сами будете делать, или вы будете, если выберете себе эксперта на нашем ресурсе, такого вот, который вам понравился бы и пришлось бы по душе. Либо мы с вами будем, если вы выберете работу со мной, будем уже от этого отталкиваться и будем уже смотреть, что именно заставляло вас так себя вести. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо. Спасибо.